Привет, путешественники по информационным просторам! Это не категорический императив, меня зовут Ирина, и я решила продолжить изучение древних воззрений и верований, во-первых, потому что вспомнила свои собственные подростковые и детские увлечения, во-вторых, потому что мне кажется, что древние взгляды на мир на самом деле никуда не делись, а просто с течением времени трансформировались, видоизменились, но по-прежнему составляют большую часть нашей жизни, внешней или внутренней. А в-третьих, мне как сценаристу, актрисе и режиссеру, думаю, что крайне полезно изучить такое наследие нашей цивилизации для того, чтобы делать собственную творческую работу более глубокой, осмысленной, интересной и многогранной. Тема, в которую я решила вгрызться в этот раз, звучит так, философия буддизма. Но это настолько огромная, обширная тема для изучения, в которую включено множество пластов, уровней, особенностей, категорий и подкатегорий, и исторических аспектов, которые нужно понимать, что мне кажется, что подходов к этой теме будет у меня 650, вряд ли сильно меньше. Потому что философия буддизма, она не заканчивается на знании того, что у нас есть семь чакр, и что нужно достичь нирваны и вырваться из колеса сансары. Кстати, пока я готовилась к этому выпуску, у меня возникли сомнения. А вот эти вещи, которые я перечислила, они относятся к буддизму, к индуизму, к какому-то истечению индуизма. Здесь я немножко запуталась и думаю, что сделаю как-нибудь выпуск отдельно про вот такие довольно популярные тезисы, которые мы используем, мы европейцы, в нашей современной жизни. Откуда они на самом деле берутся, к чему они относятся, и какова история их развития. Думаю, что это будет интересно, по крайней мере, у меня точно вот этот туман в голове прояснится. А что касается знакомства с историческим контекстом зарождения истории и философии буддизма, я с большим удовольствием отсылаю вас к лекциям Александра Моисеевича Пятигорского. И ссылку на одну из лекций прикреплю внизу в описании. Сегодня же я коснусь буквально нескольких тем, которые я даже сначала не хотела как-то классифицировать. Это темы не исторические, они не касаются развития философии буддизма. А условно я бы сформулировала тему нашей беседы так. Как буддизм влияет лично на тебя? Я вам не скажу за всю Одессу. Вся Одесса очень велика. Могу рассказать только о том, как буддизм влияет лично на меня, а точнее на мою профессию, на профессиональную сферу, в которой я получала высшее образование, между прочим. По специальности я актриса. Если вы тоже актер или актриса, или изучали какие-то техники в театральных студиях, думаю, что вы знаете о системе Станиславского, а также, возможно, знаете о том, что система Станиславского берет свои истоки в йоге. Если вы этого не знали, то надеюсь, что вам будет интересно узнать об этом дальше. А пока хочу задать вопрос вам, если вы не актер, не актриса, как влияют и влияют ли восточные идеи, и в частности идеи буддизма, на вашу профессиональную сферу. Напишите, пожалуйста, в комментариях. Мне, правда, будет очень интересно почитать. Как говорят нам источники, сам Константин Сергеевич Станиславский познакомился с учением йогов в 1911 году. На ежедневных беседах у самого синего моря Станиславский проверял на слушателях свои мысли в отношении того, что должно происходить в театре и как должен строиться репетиционный процесс и процесс образования актеров. Так вот, на этих встречах часто присутствовал гувернер его сына. А гувернер его сына был студентом-медиком Московского университета и изучал тибетскую медицину в Петербургской русско-бурятской школе врача царской семьи Бадмаева. И однажды гувернер сына Станиславского сказал ему следующие слова. Зачем придумывать вам самому упражнение и искать название тому, что уже давным-давно известно? Я вам дам книги. Прочитайте хатха-йогу и раджа-йогу. Это вас заинтересует, потому что множество ваших мыслей совпадает с тем, что там написано. Судя по всему, по возвращению в Москву Станиславский действительно приобрел книгу «Хатха-йога. Егийская философия физического благосостояния человека». Экземпляр этой книги хранится в музее МХАТа и, скорее всего, Станиславский тщательно изучил этот труд. Хотя по некоторым источникам Станиславский, возможно, мог быть знаком с учением йогов и раньше, до этого поворотного диалога. Все мы, кто проходил, кто сейчас проходит актерские тренинги, делаем упражнения на управление кругами внимания, вообще на концентрацию внимания, на концентрацию на объекте, над дыханием, над телом, в первую очередь для того, чтобы устранить всевозможные физические зажимы, которые мешают воплощать свою роль на сцене. Мы много работаем над подчинением своей творческой природы замыслу режиссера или педагога, можно иначе сказать, что мы работаем над контролем бессознательного. И в этом процессе мы знакомимся не только со своим вдохновением, но и со своими демонами, с так называемой тенью, о которой я скажу немного позже. И отдельная задача и отдельная такая профессиональная гигиена – это оставлять за порогом репетиционного зала и тем более сцены свои собственные мысли, переживания, чувства. Ну, чувства, наверное, некорректно, а переживания точно да. То есть на какой-то этап своей жизни нам нужно растождествиться с собственным жизненным опытом. Если только, конечно, этот опыт нам не понадобится в качестве топлива для создания персонажа. В самих книгах Станиславского не было упоминания о егических техниках. Это неудивительно, потому что молодое, только что родившееся государство, оно взяло курс на материализм и всякие мистические подходы, они не укладывались в общей такой материалистической парадигме. И такую мистику не желала цензура терпеть даже в таком малопредсказуемом процессе, как творчество и вдохновение. И один из критиков написал Станиславскому что-то вроде того, что в творчестве нет ничего загадочного, нет ничего того, что мы не могли бы объяснить. Но даже если Станиславский не писал непосредственно о первоисточниках своей системы, то, несомненно, рассказывал о них своим последователям. И вот что пишет актриса Вера Соловьева уже когда она находилась в Америке. Писала она следующее. Мы много работали над концентрацией внимания. Это называлось войти в круг. Мы воображали круг вокруг нас и посылали лучи праны в пространство и для общения друг с другом. Станиславский говорил, пошлите прану сюда, я хочу передать ее кончиками пальцев. Пошлите Богу, небесам или впоследствии партнеру. Я верю в мою внутреннюю энергию. И я испускаю ее. Я распространяю ее. Также вы, возможно, неоднократно слышали и видели объявления различных театральных актерских студий о том, что здесь мы будем тренировать фантазию. И тренировать фантазию очень важно и для повседневной жизни. Но хочу обратить внимание на то, что развивать фантазию – это значит получать опыт, который невозможно получить в жизни. Видение – это очень важный элемент системы, и он очень тесно связан с медитативными техниками йоги. В четвертой главе работы над собой в творческом процессе переживания есть задание для учеников – вообразить себя деревом. Причем не просто каким-то абстрактным деревом, а деревом конкретным. Какая порода, какого возраста дерево, какая у него кора, какие листья, в каком времени года находится этот воображаемый образ, в какой исторической эпохе, есть ли на коре мох, ползают ли там насекомые, скачут ли внизу рыцари, ходят ли лесорубы, падает ли метеорит. В общем, максимально четко и конкретно представить не просто дерево, но дерево и окружающий его мир. И дальше учеников подключались физические ощущения, например, когда кто-то представлял, что он дерево, которое пришел срубить лесоруб, и рубит его, и он начинает практически физически чувствовать эту боль дерева. То есть таким образом, благодаря такого рода упражнениям, сознание учеников выходит за пределы личного опыта в неизведанный совершенно мир, куда можно попасть исключительно благодаря воображению и больше ничему другому. И если пристально посмотреть на такое упражнение, то это ведь не что иное, как медитация. И связана она с индуистскими представлениями о взаимопроникновении нашего бытия во все сущее вокруг. То есть это означает, что используя такую технику видения, внутренней киноленты, видения, можно получить опыт не только другого человека, но и животного, и растения, и даже предмета. Если вы учитесь или учились в театральном институте, или в театральной студии, ходили на показы, или делали сами этюды и видели, как студенты представляют на сцене животных, растения, предметы, то помните, что истоки этих этюдов лежат в революционном расширении актерского тренинга, который предпринял Станиславский в первой студии под влиянием восточного мировоззрения. Кстати, однажды на одном зачине, зачин это групповой этюд перед началом репетиционного дня для настройки на одну волну студентов-преподавателей. Так вот, в этом зачине я играла дерево, причем дерево из пьесы «Ожидание года». Дерево росло, осыпалось, цвело, плодоносило, переезжало с места на место, и, в общем, была у меня очень интересная и насыщенная жизнь, гораздо интереснее, чем у тех персонажей, которые ждут года, который не придет никогда. А на одном спектакле в Театре нации я играла муху вот так. Пятая глава «Работа над собой в творческом процессе переживания» Станиславского и пятый урок «Раджа-йоги Рамачараки» начинаются с традиционных йоговских упражнений на сосредоточение на объекте, на удержание этого объекта в памяти, всех его подробностей, фактуры, запаха, внешние виды и прочих свойств после того, как предмет будет удален из поля зрения. Главы, кстати, эти называются, соответственно, «Сценическое внимание» у Станиславского и «Воспитание внимания» у Рамачараки. И у меня тоже сегодня пятый выпуск. Станиславский, конечно, развивает и адаптирует эти упражнения непосредственно для нужд сцены, вводит понятие «круги внимания», которые нужны для сосредоточенности актера и для того, чтобы он мог создавать эффект публичного одиночества в присутствии зрителя. А эффект этот необходим для того, чтобы актер не думал о том, как он выглядит со стороны, какое впечатление он производит на зрителя, а хорошо ли сидит на нем костюм, а не нелепы ли задачи, которые ему поставили, а достаточно ли хорошо он их выполняет. А вот я играю комедию, здесь должен был быть смех, а его нет. И что же мне теперь делать? Я, наверное, плохо играю. В общем, чтобы всех этих мыслей у актера не было, чтобы не разрушался его сценический образ, образ персонажа, и чтобы актер был сосредоточен на своей задаче, на ее выполнении и на партнере. И тогда и только тогда зритель начинает верить, что актер — это действительно не тот же человек, не наш современник, а персонаж Шекспира, например, или Островского, или даже ежика из детской сказки. Это тоже большой труд, и ежикам тоже нужно быть убедительным. Ира Мачарака в своей пятой главе пишет тоже для актеров следующие вещи. Актер, проповедник, оратор или писатель должны потерять идею самих себя для достижения лучших результатов в том, что они делают. Не отвлекайтесь от предмета и не заботьтесь о вашем я. Я рассказала совсем немного о том, как идеи буддизма повлияли на реформу в моей собственной профессии, но тем не менее, мне кажется, что даже из этого можно понять, что актерская работа, конечно, не ограничивается произнесением с выражением какого-то заученного текста. И в следующий раз, когда вы будете на спектакле, подумайте об этом, и даже когда вы будете на утреннем спектакле, где актер будет играть медведя или белочку, или лисичку, помните о том, что он прямо сейчас совершает очень непростую практику, корнями уходящую в древность. Тем не менее, несмотря на то, что Станиславский верил в свою систему, он очень опасался того, что она будет воспринята как сборник догматов и тезисов, обязательных для изучения и запоминания. И следующую цитату, кстати, очень часто используют вырванной из контекста, представляют таким образом, что Станиславский был полностью разочарован в своей системе. Вот эта цитата. Разорвите, сожгите книги, распустите учеников, объясните им, что я сделал преступление, что я уже достаточно наказан за это, но не давайте бездарным педагогам пользоваться моей ошибкой. Спасите наше искусство, отнимите у всех педагогов мою книгу и велите всем несчастным молодым артистам забыть все, что они зубрили из моих глупых книг и учиться так, как раньше. На самом деле, этому фрагменту книги предшествует другой, в котором Станиславский подводит именно к такому эмоциональному всплеску. И он говорит о том, что опасается, что система будет использована глупыми, бездарными педагогами, что студентов будут заставлять зубрить текст, сдавать зачеты по этому тексту и сделают его максимально холодным и жестким, и таким образом потушат творческий огонь, который горит в каждом молодом актере. И он говорил о том, что его как кошмар мучают представления класса, где некий педагог спрашивает студентов, принимают у них зачет, они сидят, дрожат и боятся сказать что-либо неправильное, потому что они разгневают вот этого учителя. И вот этот строгий профессор на полном серьезе спрашивает их, Иванов, перечислите мне составные элементы духовной природы артиста. Именно вот эти картины как раз Станиславского бросали в дрожь. Он опасался, что систему будут использовать не по назначению, формально, поверхностно думая о том, что она, в общем-то, очень элементарна. И он видел опасность применения методов, которые он предложил в системе, бездарными, глупыми людьми, которые сами толком не понимают, что они преподают, не владеют техниками и поэтому не могут взять на себя ответственность за внутреннее здоровье студентов. Станиславский пишет, Элементарщина в этой области опасна. Она родится от узости, бездарности, тупости понимания человеческой души и одного из самых сложных процессов его внутренней жизни. Тупые люди проделывают все внешние упражнения сами для себя, забывая о том, что не в них дело, а в том, что они вызывают внутри. И здесь я хочу перейти к размышлениям Карла Густава Юнга. Карл Густав Юнг – один из отцов-основателей современной психологии, такой, какой мы ее знаем сегодня. Вообще его труды мне глубоко импонируют и всем советую к ним обратиться. Много приятных моментов можно пережить, читая труды Карла Густава Юнга. В своей статье «Йога и запад» Юнг видит некоторые опасности прихода идей буддизма, идей Востока в Европу. Не потому, что они плохие или бесполезные, а как раз наоборот, потому что они, очевидно, очень сильно влияют на человека. Чтобы понять, что Юнг имел в виду, нужно обратиться к его уточнению, а именно уточнению о том, какую разницу он видел в западном мышлении и в восточном. Конечно, это совершенно разные конструкции. И основное различие Юнг видел в следующем. Европейское сознание и подход к жизни можно назвать экстравертным, то есть направленным вовне. Это открытие, путешествие, покорение, освоение, завоевание, стремление в космос, стремление проникнуть вглубь атома, в общем, проникнуть везде в этот мир, кроме самого себя. А сознание и подход Востока, они, наоборот, интровертны, то есть направлены вглубь человека, вглубь его мыслей, вглубь его души или того, из чего душа состоит. И такое различие возникло, конечно, не в XIX веке, не в XX веке, а оно усиливалось тысячелетиями. Юнг пишет о том, что европеец стремится подчинить свою волю, разум, сознание некому набору социально приемлемых проявлений в то или иное время. При этом мы подчиняем, подавляем и отрицаем неугодные нам свойства собственной личности, но они никуда не исчезают. А они как бы утрамбовываются вглубь, в теневые аспекты и в бессознательное. Причем не только индивидуальное бессознательное каждого из нас, но и коллективное бессознательное целых городов, стран, материков. И в этом бессознательном царствуют подавленные архетипы. И далеко не всегда это безобидные сущности. И им достаточно какого-то небольшого катализатора, ключевого фактора, которые заставляют вырваться все эти структуры наружу. И часто это бывает в разрушительной форме. Мы с вами все прекрасно знаем, что происходило в 20 веке, и в начале его, и в середине. И Юнг в контексте психологии видел некоторые причины Первой мировой войны именно в вышедших из-под контроля архетипах. И он писал о том, что он лично не верит в том, что у каждого из участников этого события вдруг сыграл подавленный комплекс отца. Скорее всего, это что-то гораздо более глубокое, гораздо менее индивидуальное, гораздо более общее. Поэтому меня, честно говоря, даже немного настораживают стратегии развития личного бренда, о которых мы все с вами слышали, о стратегиях с использованием архетипов. Пройди тест на архетип, узнай, какой твой доминирующий архетип, воздействуй на свою аудиторию с помощью архетипа, впечатывайся в их память, в их мышление с помощью своего архетипа. Честно говоря, мне кажется, это не совсем безобидная вкусная конфетка. И действительно, Юнг говорит, что это не игрушка. И использовать такие приемы нужно с осознанием того, что это такое, и с ответственностью за то, как ты будешь влиять на себя и на свою аудиторию. Так вот, Юнг видел опасность в том, что, начав глубоко практиковать йогу, ее техники, ее методы, европеец неминуемо достанет наружу все те самые подавленные пласты, бессознательного, с которыми он не знаком, в силу того, что он рос и развивался именно в этой культуре, а не в какой-то другой. И вопрос Юнг ставил следующий. Кто именно будет пользоваться всеми теми полученными знаниями и открытиями? Какой именно ты? Ты социально приемлемый или ты какой-то более глубинный? Те аспекты, которые были подавлены, вот они выходят наружу, и что они будут делать? Не знаю, как вы, но я сталкивалась с людьми, которые практиковали восточные учения и, как бы помягче сказать, просветились немного в другую сторону. То есть вместо того, чтобы стать более лояльными, мягкими и сочувствующими, стали более жестокими и категоричными, и с рвением большим очень отстаивают все эти духовные аспекты. Кстати, интересно, сталкивались ли вы с такими людьми? Напишите, пожалуйста. Будет тоже интересно обменяться опытом. Но с другой стороны, если в практику не углубляться, то она превратится просто-напросто в духовную или физическую физкультуру и ничего больше. Можно только еще раз убедиться в том, насколько близко ходят друг к другу психология, философия и актерское мастерство. И если бы я запускала продажи авторского тренинга с названием, допустим, «Найди своего Заратустру», то здесь я бы вам озвучивала какие-нибудь вкусные и мангие условия для ранней покупки. Но не в этом выпуске. Второй момент, из-за которого Юнг был насторожен, заключается в следующем. Запад гораздо моложе Востока. Точнее, можно сказать, что западное сознание гораздо моложе восточного сознания и в том смысле, что философия индуизма, а затем и буддизма развивалась многие-многие тысячелетия, проходя собственные этапы, взлеты, падения, переосмысления, разветвления и так далее. А христианскому западному сознанию всего две тысячи лет. Ну, просто дети. И поэтому коллективное сознание, в особенности коллективное, бессознательное европейца, может оказаться просто не готова к восточной философии, не сможет ее глубоко воспринять. Это может напоминать то, как девятилетний ребенок пытается освоить программу университета или института. Это же, очевидно, слишком большая непосильная нагрузка. Для того, чтобы глубоко понять такое многостороннее восточное учение, нужно как минимум не одно десятилетие потратить на его изучение, а лучше не одно десятилетие жить на территории, где это учение просто витает в воздухе и впитано в почву и распыляется спорами грибов. Юнг, кстати, видел фундамент для развития собственной западной мощнейшей философской системы в христианстве. И мне показалось, что он сетовал на протестантизм, который ликвидировал обряды и ритуалы, лишил их одухотворенности, далее сам распался на множество ответвлений и совершенно логичным следующим шагом последовал атеизм. Человек как бы убрал одухотворенность мира и исторг из него всевозможные божества, которые на самом деле не растворились в небытие и никуда не делись, а вернулись внутрь человека, став его собственными психическими функциями, то есть вернулись обратно в душу человека. Идея о душе, существовавшее в христианстве, проникла и в философию, и в психологию, и психология 19-20 века просто дала душе иное название ум или я. Если вы помните выпуск про мотивы смерти философии, я оставлю на него ссылку внизу, чтобы напомнить содержание, то вы можете помнить или услышать, что один из мотивов смерти философии как раз заключался в том, что произошла индивидуализация каждого человека, когда весь мир схлопнулся до одного единственного воспринимающего его субъекта. Ну, то есть до меня или до вас есть только я и ничего больше в этом мире, а для вас есть только вы и ничего больше в этом мире. И строить картину мира можно только исходя из своего собственного опыта и больше ни из чего. И, собственно говоря, основным камнем преткновения и стало это индивидуальное сознание и опыт от первого лица. Но мне кажется, что к этому очень плавно подошло за время развития западной культуры, потому что алхимики, например, мечтали найти вот эту какую-то идеальную сущность внутри человека, этого гомункулуса, который обитает в душе и который является, который есть душа, который есть носитель мыслей, действий, ощущений. И они очень хотели синтезировать такого идеального человека и синтезировать философский камень не только как физический предмет, но и как философский камень непосредственно души человека. И вот это сознание, вот это я, современные ученые, по крайней мере, пока тщетно пытаются отыскать и зафиксировать. Если пропустить все этапы размышлений, поисков, разочарований и так далее, то можно сказать, что на сегодняшний день лучшего кандидата на место обитания сознания, чем мозг, у нас нет. Но как будто бы и внутри мозга нельзя найти вот это сознание, сказать, оно все понятно, это в височных долях обитает, или, ну, ясно, это там лобные доли, вот это и есть ты, это и есть сознание, или, если посмотреть квантовую теорию, то это процессы в микротрубочках нейронов, вот это и есть ты, но пока ничего этого не доказано, и что такое сознание, никто на самом деле толком не знает. Вот, кстати, еще очень интересная и не совсем очевидная лично для меня параллель между нейробиологией конца 20 века и актерским мастерством. Вот что пишет представитель нейробиологии конца 20 века Антонио Дамазио. Откровенно говоря, первой проблемой сознания является проблема создания кино в мозгу, при условии, что мы понимаем, что в этой грубой метафоре кино имеет столько сенсорных каналов, сколько сенсорных входов имеет наша нервная система, зрение, слух, вкус, обоняние, осязание, внутреннее чувство и прочее. А, кстати, Станиславский Константин Сергеевич утверждал, что без создания киноленты видений, о которых мы говорили с вами чуть выше, невозможно без создания киноленты видений создать сквозную линию роли. Это значит, вот это создание киноленты видения, это значит, что внутри своей личности нужно создать другую личность, чья картина мира может кардинально отличаться от твоей собственной. Ученые, которые сейчас занимаются вот этой трудной проблемой сознания и в частности команда Константина Анохина и его коллеги вступают в тесный диалог с Институтом Ум и Жизнь и лично с Далай-Ламой. Делегация ученых приезжала на конференции к буддистским монахам и как же здорово, что эти встречи запечатлены на камеру. Я обязательно оставлю ссылку внизу, посмотрите, гарантирую вам, что не пожалеете. Хочу подчеркнуть, что ученые, западные ученые видят большую пользу и большое значение в этом симбиозе, потому что они понимают, что индуистская и буддистская традиция занимается проблемами и исследованием сознания уже не одно тысячелетие. Да, неэкспериментально, без датчиков, без составления отчетов о пройденных состояниях медитации пока. Но, кстати, сейчас уже они подключают к медитирующим монахам датчики и считывают, что происходит в их мозге, в их организме, и все это очень интересно. Но, тем не менее, как говорила, например, неоднократно Татьяна Черниговская в своих выступлениях, что у буддистов есть понимание, как устроено сознание, да и не только оно. У них есть эти внутренние глубинные ответы. А то, что наука пока не может этого доказать, ну, что ж, в конце концов, западная наука еще очень-очень молода. А что касается представлений о сознании в буддизме, то это еще одна невероятно обширная тема. Но вот один из основных тезисов. Буддистская традиция считает идею о существовании независимого эго, то есть личности, то есть я каждого из нас иллюзии, порождающие психические страдания, иначе говоря, независимое индивидуальное сознание, согласно этому учению, не существует. Но при этом в этом нету никаких страданий, горестей и противоречий. Что ж, на этом я, пожалуй, закончу. Благодарю вас за внимание. Желаю вам не привыкать к самим себе, не воспринимать себя как нечто само собой разумеющееся и знакомиться с собой, когда в этом будет необходимость. И помните о том, что лучшие умы планеты прямо сейчас бьются над разгадкой феномена того, что вы, лично вы, существуете. До скорой встречи. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok